Добрый день, друзья! С вами Куры в Мегаполисе. Мои малыши вас приветствуют. Вчера решил я вот этого петушка, который самый большой у меня, 3 килограмма весит, оставить до двухмесячного возраста и посмотреть, сколько он наберет веса. Ну, сегодня не об этом. Сегодня я хотел бы поговорить о водянке у бролеров. И все считают, что водянка у бролеров развивается из-за плохой вентиляции, из-за газованности помещения, паре аммиака. Ну, что еще? Углекислый газ. Вот, то есть нужно как можно чаще у них чистить. Кто-то два раза в день чистит, кто-то чистит раз в день. Лично я убираюсь в своем, вот в этом помещении. Здесь у меня 6 клеток с бролерами сейчас. 6 клеток с бролерами, плюс в брудере. Бролеры сидят всего их 41 малыш, кибальчиш. Вот. Брудер с перепелами и 6 клеток с перепелами. Вот у меня еще поголовье перепелов, я даже не знаю. Ну, где-то по 300 штук их у меня сейчас здесь. Ну, включаю малышей вот этих им сегодня 3 недели. Ровно 3 недели фениксом моим и дома у меня еще там. Вот малышей я уже в клетку пересадил. Правда, забыл закрыть здесь вот щель в яйцосборнике. И одного они в первый же день затоптали здесь. Ну, как обычно у них бывает под... Вот здесь вот под кормушкой они затаптывают, бывают друг друга. Забыл доску здесь положить, как обычно. Ну, вот, положил сейчас. Вот. И что хотел сказать про загазованность. Про загазованность. Как часто я убираю? Ну, я не очень хороший хозяин. Вот. Как вы могли ранее подумать. Я редко здесь убираю у них. Вот. Ну, 2 раза в неделю я обычно убираю. Сейчас у меня прыгают, прыгручие бролеры такие. Товарищ у меня брал. Цыплят. И он в двухнедельном возрасте их продает. Вот. И ему один из покупателей потом говорит, ты точно мне продал бролеров? Что-то они у меня, говорят, летают. Вот, в общем, вот такие вот бролеры. Вот. И в этот раз я убираю. Второй раз в неделю. Но первый раз я убирал в понедельник. А сегодня воскресенье. Вот неделя. Неделю я у них не убирал. Как вы думаете, кто-нибудь у меня здесь жаловался из этих вот малышей? Или нет? Я вам сейчас покажу, сколько они за неделю наваляли. Ну, вот поддон полный. Покажу вам. Вот такое корыто строительное. Это уже второе корыто я собираю. Но я убрал в одной трети клеток всего лишь. Если вы думаете, что бролеры самые засранцы, вы ошибаетесь. Самые засранцы это перепела. А если у них здесь неделю не убирать, уже поддон этот мы просто не вытащим. Он будет впритык. Вот. Ну и, в общем, говорят же, еще раз напомню, что причина водянки одна и единственная. Это загазованность помещения. У меня, скажу, здесь запаха нет никакого. Возможно, там на... А мы сейчас с вами подойдем и понюхаем. Ничем не пахнет. Вот ничем не пахнет. А почему? Потому что стоит у меня вот такой мощный вентилятор. Диаметром 250 миллиметров. Брауберг. Ну, большой у него здесь объем пропускной способности. Я потом укажу в описании. Не помню точно, уже забыл. Он двухпозиционный и, причем, он реверсивный. Он что выдувает, что задувает. Вот. В общем, вентилятор работает у меня сейчас на постоянной основе. Вот как бролеры у меня здесь стали жить. Он у меня все время работает. До этого работал под таймеру. Вот. Но, конечно, здесь сразу становится... Не то, что даже запах появляется. Здесь сразу становится влажно. Достаточно. Поэтому вот он включен всегда. Ну, в общем, я сейчас уберу весь помет с клеток. Кстати, мы можем с вами взвесить общее количество помета. Ну, говорю, вот это второй вот ящик. Ну, я думаю, что здесь еще будет два таких ящика. Это я только убрал раз-два. Две клетки и два брудера. А, и вот одну клетку у перепелов я почистил. Ну, в общем, сейчас мы с вами почистим и взвесим помет и дальше продолжим разговор. Кстати, может кто-то заметил? У меня здесь вот на поилках лежит что-то, да? Это полынь, которую я собирал, положил. Говорят, полынь помогает от паразитов. Ну, вот я с паразитами борюсь. Вы, наверное, смотрите на эти емкости и скажете, какие они у тебя грязные, да? Ну, они не грязные. Это я обмазывал их агитой от мух. Ну, вот видно клетки, видите, я тоже обмазывал такие подтеки. Ну, здесь мух нету, но я на опережение, в общем, сработал, помазал. Хотя они сюда, конечно, залететь не смогут через такой вентилятор. Вот других щелей здесь нет. Ну, тем не менее, обработал. Ну, и, короче, вот лежит эта полынь, которую я собирал. И думаете, она отпугивает паразитов? Как бы не так. Я вот сейчас покажу. Вот эти коричневые пятна. Это здесь было сейчас гнездо с паразитами. Это я стал протирать. До конца решил этого не делать, чтобы вам показать. Это я вот надавил этих паразитов. Короче, я пока их победить не могу. Но, думаю, после того, как бролеров я всех уберу, я здесь проведу такую хорошую травлю этих паразитов. Пока я средства действенного, стопроцентного, не нашел от них. Вот. Ну, надеюсь, найду. Единственный способ прекрасно их убивать, или как, с ними бороться, это паяльные лампы. Они любят вообще собираться вот здесь вот наверху, под потолком. И каждый день я здесь с паяльной лампой прохожу. Они здесь так мило трещат от огня. И, в общем, вот я их каждый день вот здесь вот огоньком опаливаю. Ну, и, в принципе, их значительно меньше сейчас стало. Ну, по крайней мере, они по мне не бегают, когда я прихожу. Ну, собираются вот еще вот в этих емкостях под крышками. Я их спиртом при помощи салфетки. Вот у меня здесь бумажные полотенца. Я мочу спиртом и их собираю. Ну, они как бы в спирту и сгорают тоже. Вот, друзья, ну все, в общем, я сейчас помет уберу. Мы с вами взвесим и потом продолжим разговор по поводу водянки у бролеров. Ну, все, друзья, собрал я весь помет. Ну, как я и говорил, вот три с половиной мешочка получилось. Еще хотел несколько фактов из жизни помета сказать. Ну, помет, конечно, нужно чаще убирать. Вы думаете, что я тут лодырь и мне лень его убирать? Да нет, вот сейчас как раз вольеры строил, выгулы на улице. Ну, вы знаете, смотрите, да. Опять же, расчищаю участок, где стоял старый дом, чтобы там сделать огород. Вот, так как вольерами у меня территория теперь занята, огородная. Там, где мы раньше сажали огурцы, помидоры, там теперь этот вольер 3 на 6 стоит. Вот, соответственно, площадь огородная у нас уменьшилась. Ее надо увеличивать. Вот за счет того, что расчищаем с женой участок под снесенным домом. Вот, времени нет. Ну, и, как говорят же, день, год кормит. Сейчас как раз сезон посадок, надо все успеть. Ну, и вот с ребятами тут, с этими я, вернее, этим ребятам я меньше времени уделяю. Вон там, кстати, этот вольер. А это участок, который сегодня мы расчистили. Кучу кирпичей я здесь вытащил. Тут и асфальт был, и зола, и песок, и чего только не было. Вот такой участочек я сейчас вскопал, раскидал. Вот, подстилку, которую за зиму собирал, куриные. И сейчас я еще это все разочек перекопаю культиватором. Вот, так что, факты о помете, да. Вот, в моем случае, это количество помета, которое, вот я сейчас собрал, мы с вами взвесим, плюс 2 градуса дает в помещение. Это я уже, что зимой, что летом замечаю. То есть, когда я убираю помет, температура на 2 градуса сразу здесь падает. Ну, и во-вторых, в этом помете живут паразиты. Там тепло, сыры, им там очень комфортно. Поэтому я вот пользуюсь, сейчас покажу вам, вот такой порошок, эктакур. Я насыпаю на поддоны вот этот порошок. Очень действенное средство. Прямо видно, как они там дохленькие. Лежат на этом. Да что ж такое, хоп, что у меня тут все бегает. Лежат они на этом помете. Ну все, сейчас мы с вами взвесим. Ну, просто для интереса. Я думаю, вам интересно. Ровно 6 дней, получается, я не убирался. И сколько же помета за это время они произвели. Так, вот первый мешок. 14,5 килограмм. Второй мешок. 17,850. Третий мешок. 18,650. Ну и последний мешок. 17,350, да? Получается... Сколько получается? Если так на скидку. 67 килограмм, по-моему. Я пересчитаю, потом напишу точно. Ну так этот я примерно в уме сложил. Все, что запомнил. Ну, в общем, понятно, что проще убирать каждый день или через день, чем потом вот такие мешки ворочать. Ну, вернемся, опять же, к водянке и загазованности, да? Вот, я вопросы задаю людям, которые говорят об этом. В принципе, откуда все это пошло? Вот где первоисточник? Хотелось бы знать, какие клинические испытания проводил, кто выяснил все это. Вот для меня это непонятно. Я пока не нашел. Может быть, вы, мои дорогие друзья, мне глаза откроете на эту тему. Ну, для меня причина асцита, как я уже не раз везде это говорил, Это слабые сосуды сердечно-сосудистой системы. В частности, лимфатической системы, которая тесно связана с сердечно-сосудистой. Вот. То есть нужно укреплять стенки сосудов, чтобы жидкость, вот эта лимфа, не исходила в брюшную полость бролеров и не сжимала со временем внутренние органы, вот, не мешала птичке жить и не приводила к смерти. Я хочу сказать, что я каждый день провожу утренний осмотр. С утра, когда я их кормлю, я прохожу по клеткам и щупываю их в животике. Ну, никакого намека на водянку нет. У всех прощупываются кубики на прессе. Все подтянутые, поджарые. Ну, в общем, фу-фу-фу-фу, сплюнул три раза. И бролеры мои водянкой не страдают. Ну, возможно, вы скажете, конечно, у тебя вентилятор такой мощный стоит, здесь загазованности нет никакой. Да, загазованности нет. Все птицеводы, которые ко мне приходят, они первым делом, когда заходят в курятник, вообще еще там, на первом этаже, они говорят, слушай, ничем не пахнет. Это я вот могу вам... Ну, кто вот смотрит, друзья, кто у меня был в гостях, могут это подтвердить. Уже у меня очень много знакомых птицеводов, которые в последнее время появились. Они все и зрители же моего канала. Вот, заказывают яйцо. Ну, многие люди, прежде чем заказать яйцо, приезжают, смотрят на птицу, на условия содержания. Ну, в принципе, это правильно. Вот. Ну, и все отмечают, что запаха нет у меня в курятнике. Да. Ну, внизу вентилятор стоит менее мощный. Здесь осевой, там канальный. На 150 миллиметров диаметром. Он работает по таймеру. Ну, в общем, там он справляется с вытяжкой. Ну, у некоторых птицеводов, несмотря на хорошую вытяжку и уборку ежедневную, птица все равно страдает асцитом. Почему же это происходит? Вот хочу еще также сказать, друзья, что, например, куры-несушки, или мясо-яичные куры, содержащиеся также в клетках при равных условиях, не страдают ведь от водянки, да? Так почему же бролеры тогда подвержены этому заболеванию? Ну, на мой взгляд, это генетическая предрасположенность. Это такая плата за быстрый набор веса. Вот. Происходит все тут гипертрактированно быстро. Птичка быстро набирает вес. Ну, у нее развивается гиподинамия. Да, двигаются они мало. Тем более, вот когда в клетках они находятся. Ну, и отсюда вытекают все эти последствия. Слабенькое сердце, слабые сосуды. Вот. И развивается асцит. Ну, как же мы можем поддержать их в нормальном состоянии? Какими препаратами мы можем это сделать? Ну, во-первых, как я уже ранее говорил, я пропаиваю аскорутином цыплят-броллеров. Прямо с первых дней. С первого дня даю аскорутин. Почему именно аскорутин, а не аскорбинку банальную, да? Ну, во-первых, аскорбинка в течение двух часов, когда она находится уже в банке, там, в паилке, теряет свои свойства. Она там разлагается под действием света, тепла, воды. Вот. Ну, и к тому же она не усваивается в полном объеме. Вот. То есть, если вы пропаиваете аскорбинкой, то каждые два часа нужно воду менять, получается, да? Вот. Ну, и к тому же... К тому же, не к тому же, а аскорутин я даю, потому что там присутствует рутин. Это витамин группы В, который способствует лучшему усвоению аскорбинки, вот, витамина С. Вот. Поэтому в течение первых пяти дней я пропаиваю аскорбинкой. В принципе, можно потом на... С 30-го дня тоже пропаить еще пять дней. Второй препарат, который нам помогает поддерживать бройлеров, это бутафан. Есть прям кормовая добавка бутафан ОР. Ну, к сожалению, я вот у нас его не нахожу. Я покупаю бутафан для инъекций и пропаиваю им. Вот. В течение пяти дней тоже им пропаиваю. Первый раз я в семидневном возрасте им давал, ну, а второй раз 30 дней пропаивал. Этот препарат, ну, во-первых, содержит витамины группы В, такое вещество, как бутафосфан, который способствует улучшению обмена веществ, потом усиливает сопротивление организма, кстати, вот, ко многим внешним вредным факторам. Способствует, кстати, набору веса. Опытные проводили исследования, и опытная группа прибавляла в весе на 4,6% больше, чем те цыплята, которые не пили, не принимали этот препарат. Вот. Ну, очень хороший препарат для строения. И, конечно, связочного аппарата тоже он очень полезен. Ну, вот, чтобы цыплята не падали на лапы, бутафан очень хороший препарат. Вы спросите, чем же я еще пропаиваю птичку? Ну, кроме этого, я им даю Е-селен, хотя в некоторых комбикормах этот препарат присутствует. Можно не пропаивать, но я пропаиваю. Ну, и, конечно, витамины. Витамины, гомотоник в частности. Вот. И еще они у меня пьют, вот сейчас видите, емкость синяя. Метиленовый синий раствор, который я всегда всем рекомендую. В общем, вот так вот я помогаю своей птичке бороться с асцитом. Вернее, не допустить этого заболевания. В общем, друзья, что я хочу сказать в заключении. Кому интересно разведение птицы, в частности, бролеров, перепелов, породной птицы, оставайтесь на моем канале. Я экспериментирую, что-то тестирую, делаю ошибки, их исправляю, делюсь своим опытом с вами. Надеюсь, что этот опыт вам полезен. Я уже на многие грабли наступил, и чтобы вы не повторили таких же ошибок, вы можете на моем опыте разводить птичку. В общем, друзья, кому интересно, еще раз говорю, оставайтесь со мной. Всем удачи, всем пока. Всем всего самого лучшего. Хотел вам еще показать, насколько пуриновские раскабанели за последнее время. Смотрите, черныш по центру, деловой. Но это скорее не черныш, а чернышка, курочка. Вот они в пятером лежат. Уже достаточно плотно. Шестой уже не подойдет. Два бролера там сзади. Я думаю, уже нужно проводить санитарный убой. Делать уже прополочку. Вот. И хочу сказать, что вот... Ну, маркормовские меня не радуют. Вот у них нарисовался один неваляшка. Несмотря на то, что пропаиваю я их всем самым лучшим. Ну, тем не менее, вот он сел на попу. Я его сегодня сюда поместил. Брудер вместе с этими друзьями. Вот они тут дружненько сидят. Ну, вот. Говорю, есть... То есть я вам все честно рассказываю. Если есть проблемы, то есть проблемы. Чего там врать. Не бывает. У всех все хорошо. Проблемы всегда случаются у нас, у птицеводов. Вот еще один такой же слабоватенький. Как-то у него лапка встала в стороночку. Хотя он встает, хозит. Вот видите, к кормушке тянется. Но тоже он какой-то такой вот... Никакой. Слабоватый. Вот видите, лапа в сторону. Не было этих проблем. Неделю назад. Ну, вот. Что-то вылазит у них. Ну, в общем, они первыми у меня пойдут. На забой. Не буду я их далее, наверное, прокармливать, пропаивать. Ну, все они пьют витаминки в полном объеме. Я еще раз напомню, получают. Но, тем не менее, какие-то проблемы есть. Возможно, это те цыплята, которым я помогал вылупиться из яйца. Я не знаю. Я же их не метил. У меня был один помеченный с зеленой краской. Да, это как раз из команды Маркор. Они здесь у меня и были. А, нет, вру. В команде Пурино. В команде Пурино был проблемный. Где-то здесь. Но его нет. Помните, мы его взвешивали. Он был самый маленький, потом обогнал. В общем, вот на этой ноте и хотелось бы закончить сегодняшний ролик. Вот, видите, он какой. Стоит лапка вбок, пытается кушать. Кушает. Ну, причем понаблюдаю. И по итогам пару дней наблюдения я сделаю выводы.